И поможет нам в этом ориентироваться Сергей Колесников, который является сооснователем и главным редактором первого и единственного в Украине медиа для оптимистов, которое называется «Шо там?». В общем-то, он утверждает, что позитивные новости в эпоху политического кризиса и пандемии – это возможно. И он считает, что это будут, вернее, наверное, он проверил, скорее всего, на практике, что это будут читать, смотреть, рекомендовать. Поэтому, если у вас есть вопросы, во-первых, к Сергею за позитивом, во-вторых, к тому, как негатив можно, как посмотреть на негатив так, чтобы он стал позитивом, чтобы зарядить своих читателей. На самом деле «Шо там», как я прочитала на сайте, ищет успешные истории, примеры креативных решений, положительных сдвигов в обществе и государстве для того, чтобы мотивировать украинцев менять себя и свою страну. Мне кажется, что для белорусов, особенно в нынешней ситуации, это очень важный опыт. Вам слово, Сергей. И если я недостаточно вас представила, пожалуйста, расскажите о себе чуточку больше, и будем слушать вас. Передаю вам слово. Всем добрый вечер. Действительно, я Сергей Колесников, главред «Шо там». Мы действительно первая и единственная медиа позитивных новостей в Украине. Я знаю, что были разные попытки еще, кроме нас, но это было как-то не системно. Мы единственные первые, кто системно занялся этим вопросом. Я сегодня немного расскажу о том, как работает наша медиа, какая миссия, какие цели, какие результаты, какой именно контент мы публикуем. И, соответственно, поделюсь опытом, как мы ищем позитивный контент, позитивные инфоповоды, истории и так далее. И заодно дам несколько советов, как искать эти истории в условиях политической, социальной, эпидемиологической и любой другой турбулентности. Так, давайте-ка зашерю презентацию. Будем демонстрировать экран хорошо. Да, ну вот такая у меня тема презентации. Скажу вам сразу, друзья, я не особо как специалист в дизайне, поэтому, если что, можете меня критиковать. Я спокойно воспринимаю критику. Значит, хорошо вы видите, ничего не перекрывает экран, все ли нормально. Да, Сереж, все нормально, но напишите, может быть, если кто-то плохо видит что-то, напишите об этом в чате. Кстати, вопросы тоже будем аккумулировать в чате, задавайте их там, а потом мы выделим немного времени на раунд вопросов и ответов. Или много, если этих вопросов будет много, я буду их собирать и буду Сергею их задавать. Все хорошо видно, пишет Борис. Я надеюсь, что всем остальным тоже. Супер, да, по поводу вопросов задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Я думаю, что, конечно, мы в конце больше уделим этому внимание, поскольку я рассматриваю в нашем общении, в контексте нашего общения вопросы как средство актуализации опыта нашего, о котором я сегодня расскажу, и как экстраполяцию его на нынешнюю белорусскую медийную действительность. Потому что я могу быть, ну, знаете, не в теме, в некоторых вопросах, и, да, но, возможно, каким-то даже мозговым штурмом сегодня мы с вами сделаем тему моей презентации более, еще более релевантной к вашим условиям. Немного о Шотам. Кстати, вы можете прям вот загуглить Шотам, если хотите, я... Ну, ладно, я уже вышел. Я просала ссылочку, я думаю, что все посмотрели, потому что очень интригующее название. Да. Ну, и повестка у вас, соответственно, тоже такая многая, да, поэтому я думаю, что, как у нас говорят белорусские теканы, уже посмотрели. Любознатель. Вот. Я думаю, что вы смотрели сайт, посмотрите обязательно, если вам будет интересно, наши соцсети, потому что в соцсетях у нас наибольшая активность, и вообще мы начинались как медиа, которая существовала только в соцсетях, и достаточно долго, до первого вот этого фейсбучного кризиса 2018 года, со сменой алгоритмов, мы не рассматривали вообще возможность, необходимость перехода на сайт, да, чтобы у нас была еще и собственная платформа, но когда стукнул кризис 2018 года со сменой алгоритмов, мы поняли, что надо как-то себя обезопасить и создать собственную платформу, что успешно сделали. На самом деле, медиа мы молодое, вот запустились мы, было вот три года, буквально там месяц назад, как мы запустились, и результаты, вот как вы видите, у нас такие, что более 270 тысяч подписчиков у нас в социальных сетях, основная социальная сеть наша это фейсбук, я не знаю, какие, к своему стыду, не знаю, какие основные социальные сети в Беларуси, но догадываюсь, наверное, фейсбук далеко не на последнем месте. Да, да, совершенно верно, тенденция та же. Да, в Украине фейсбук это самая главная социальная сеть, согласно опросам 60 плюс процентов населения, именно из фейсбук, опрошенных, по крайней мере, из фейсбука именно, черпают новости и общественную информацию, поэтому основная наша платформа это фейсбук. Месячная аудитория сайта это более 450 тысяч уникальных посетителей в месяц. Конечно же, мы не можем сравняться с национальными гигантами медийными, в том числе и независимыми, типа вот как у нас есть «Украинская правда», самый мощный независимый медиаресурс, у которых там десятки миллионов посещений в день. Мы нишевая медиа, мы отдаем себе в этом отчет и не стремимся к какому-то глобальному наполеоновским захватам медиапространства украинского. Но, тем не менее, аудитория, как для нишевого медиа, я считаю, неплохая у нас на сайте. И более 4 миллионов просмотров видео в месяц, и это все в соцсети. Основные это фейсбук и инстаграм, где нас смотрят. Начинались мы, грубо говоря, как такая инициатива для балансирования медиапространства украинского. Дело в том, что для Украины находиться в кризисе – это вообще нормальное состояние. У нас кризисы постоянно, с определенной какой-то периодичностью они повторяются. Вот сейчас у нас конституционный кризис, так что мы с этим как-то живем. Но не о том, что после 2014 года состояние медиа-ландшафта украинского вообще было просто катастрофическим, если говорить о новостях, о негативе в информпространстве. Война на Востоке, аннексия Крыма, обесценивание гривни после этого всего. В 2014 году в украинском бюджете было 108 тысяч долларов в феврале 2014 года на всю 40-миллионную страну. Ну, то есть, как бы поводов для позитива точно не было. Но начиная с 2015 года в стране начали проводиться потихоньку, помаленьку, как могли реформы. И на что мы обратили внимание, мы, я имею в виду фаундеры, основатели этого издания, на то, что очень мало внимания, очень мало времени журналисты и медиа уделяли именно освещению изменений, которые происходят в стране. Не рассказывалось в достаточной степени о реформах, какие у них планы, какие цели, как они происходят. Не рассказывалось о гражданском обществе. Наши мощнейшие медиаресурсы, в том числе телевидение, в первую очередь телевидение, фокусировались на негативе. По исследованиям на 2017 год, 85, по-моему, процентов всех новостей в Украине, это были самых просматриваемых, до самых популярных, это были военные новости, это был криминал и это были чрезвычайные ситуации. Соответственно, по анализу заголовков в медиа, ситуация была приблизительно та же самая. Журналисты видели, что с 2014 года был спрос на такие новости и к 2017 году еще не перестроились, да и до сих пор не перестроились на более сбалансированную подачу. Мы решили проэкспериментировать и тогда очень многие крутили пальцем у виска, очень многие крутили пальцем у виска, что, мол, кому нужны позитивные новости, посмотрите, что происходит в стране. Доллар был по 8, стал по 30, какие позитивные новости. Но мы решили попробовать, мы решили попробовать и решили попробовать видеоконтент, сейчас я расскажу, о чем мы рассказываем. Решили попробовать видеоконтент для начала. Все, кто со мной работал на тот момент, и я в том числе, мы были родом из телевидения, да, наш профессиональный путь начинался на телевидении, когда видеоконтент там был ближе. Мы решили попробовать видеоконтент, запустили паблик в Фейсбуке и стали постить видео, которые рассказывали о каких-то позитивных изменениях в украинском обществе, прежде всего. Первое же видео, которое мы разместили, оно набрало 200 тысяч просмотров, мы тогда посчитали, что это был успех, потому что, ну, как бы паблик no name с почти нулевым количеством подписчиков, вдруг его одна единица контента начинает набирать такую популярность. Тогда мы поняли, что, наверное, социологические исследования чего-то такие упускают, и решили продолжать в этом направлении, и уже вот в семнадцатом году основали целое медиа. На данный момент, просто о наших показателях, это мы публикуем, наша лента новостей публикует только 30, 30 плюс положительных новостей в день, да, и, наверное, следующий слайд, вот приблизительно вот таких, 30 плюс положительных новостей в день, плюс мы публикуем больше 40 редакционных материалов, то есть таких развернутых статей на 8 тысяч плюс знаков, да, и от 40 до 60 видеороликов в месяц мы делаем, которые рассказывают о тех или иных позитивных сдвигах в обществе. Вот здесь, на этом слайде, вы увидите примеры наших позитивных новостей, да, вот за сегодня буквально. У нас только украиноязычная медиа, мы не выходим на других языках, думаем еще перейти сделать английскую версию, но русской версии не будет. Это вот примеры нашего новостного контента, это примеры наших редакционных материалов, о чем мы рассказываем, да, то есть наш бренд-контент, это вот именно эти редакционные, то есть тот контент, который согласно опросам нашей аудитории ассоциируется с нами у них, это вот эти вот истории успеха, поданные в формате редакционных статей, да, и это видеоконтент, о нем я чуть попозже, чуть подробнее расскажу. Что интересно, ну то есть, да, я думаю, всем понятно, да, что написано, никому не нужно переводить, там вот заголовки примерно такие. Тематика. Какая у нас тематика? Мы рассказываем об вот этом вот всем, что вы видите, да, то есть больше всего, если говорить в процентах, то больше всего истории мы рассказываем об успехах малого-среднего украинского бизнеса. Почему? Потому что, во-первых, этой теме, сейчас это достаточно уже популярная тема в украинских СМИ, очень многие рассказывают о малом-среднем бизнесе, но в 17-м году, когда мы выходили, то есть этого вообще не было. То есть мы еще жили на тех вот каких-то энергией советских стереотипах, что бизнес – это обязательно спекулянт, это ничего хорошего не приносит, накрутка ценности, цены и так далее, и так далее. И вот мы буквально одними из первых начали выходить с историями успеха малого-среднего бизнеса, и они до сих пор пользуются очень большой популярностью, да. Также мы рассказываем, второй по популярности, наверное, контент – это позитивные решения в маленьких сообществах, сельских общинах, я бы даже сказал, сельских, районных, общинах маленьких городов и так далее. Что это может быть? Например, да, вот одна из наших историй, буквально вчера, по-моему, она вышла, это мы рассказывали, как село на Прикарпаке, это украинский регион, восточнее Карпат расположенный, который, в селе там на Прикарпаке местные объединились и создали молочный кооператив на месте разрушенной фермы, колхоза, да, или как это называлось, то есть там, где в советское время были какие-то коровы, после там распада Советского Союза, соответственно, они не нашли рынка взбыта, это все развалилось, но вот сейчас, наконец-то, местные перестали ждать, что им поможет государство, и организовались в кооператив, да, и очень интересная история получилась, как они это делали, то есть мы не просто рассказываем положительную историю, да, какую-то точную, вот как было и вот как стало, мы рассказываем путь, который проходят вот эти маленькие громады, как это у нас называется, вот эти общины, да, от разрухи к нормализации и успеху. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы другие общины, прочитав это, представители других общин, могли повторить эту историю успеха, и у нас очень много кейсов, да, когда эти истории успеха повторялись. Например, буквально, не знаю, наверное, года через полтора, когда мы уже работали, когда уже более-менее стали нас узнавать, то к нам начали обращаться люди, и я об этом еще поговорю, только об одном из источников позитивных историй, позитивных инфоповодов, да, к нам стали обращаться люди не просто для того, чтобы мы что-то рассказали, а для того, чтобы мы помогли. И сейчас мы вообще подготавливаем старт отдельного направления, в котором мы не просто будем информировать общество, а помогать самоорганизоваться. То есть такое активистское направление будет у нас в медиа, надеюсь, это нам удастся. К нам стали обращаться люди с такими просьбами, например, «Здравствуйте, я предприниматель, я ищу, у меня компания по выращиванию и шоковой заморозке ягод». Мы экспортируем ягоды в Европу, мы сейчас ищем какой-то более-менее приличный, адекватный, договороспособный сельсовет, на территории которой мы могли арендовать земельные участки для выращивания, плюс построить цех шоковой заморозки. Мы это опубликовали у себя, тогда еще у нас, по-моему, сайта даже не было, и нашли четырех претендентов на эту вакансию, так сказать, и в результате с одним из них компания подписала, с одним из сельсоветов компания подписала договор. Второй был пример, когда к нам обращались уже сами сельские советы, да, и просили найти им инвестора. В Украине сейчас идет реформа децентрализации, и налоги, которые раньше отправлялись в Киев, которые собирались на территории сел и общин, отправлялись в Киев, сейчас оставляют им на местах. То есть у некоторых сельских общин бюджеты выросли в 14, 20, 40 раз. То есть невероятно, они не знали, что делать с этими деньгами. И получается, у них были финансы, но не было инвестора, не было идеи, что с этим делать. Мы искали им инвестора, и у нас есть примеры, когда мы прям просто публикуя новости о той или иной общине, например, к ним обращались инвесторы через нас, и опять-таки у нас есть несколько примеров по постройке цеха того же, шоковый заморозки ягод, маслододильного цеха и так далее на территории этих общин. То есть у нас тут еще конвертировалось все этот engagement, это участие, вовлеченность аудитории конвертировалось в истории успеха, которые делались благодаря нам еще. И мы очень гордимся этим. Также, возвращаясь к тому, о чем мы рассказываем, мы рассказываем о прогрессивных разнообразных инициативах. Это очень часто связано с преобразованием городских пространств. Когда инициативные группы, например, выходят на городские советы или на какие-то местные органы власти с предложениями, как оптимизировать городские, и не только городские, сельские пространства, как решить проблему с пробками, вывозом мусора и так далее, как сделать, грубо говоря, жизнь более комфортной в их общине. И мы рассказываем о таких прогрессивных инициативах. Часто после этого, и это тоже предмет нашей особой гордости, часто после этого такие инициативы находят поддержку на местах. И это тоже очень круто. Также мы рассказываем о маргинализированных категориях и их успехах. Это, например, бездомные, которые были, вот если показать, вот история парня, бывшего бездомного, который сейчас у него очень популярный в Украине бренд, и среди диаспоры, бренд рюкзаков. Это тоже человек, который жил на улице. И мы рассказываем историю, как он создал историю своего успеха, что он делал для того, чтобы победить те обстоятельства, в которых он оказался. В целом, месседжи, которые мы посылаем своей аудитории, это берите все в свои руки, ваш успех зависит только от вас. Не нужно ждать помощи свыше. Это, может быть, опять-таки, это советский рудимент, что во всем должно разобраться государство. Наш гражданский долг мы выполняем раз в пять лет, придя на голосование, а дальше вы там что хотите, то и делаете. Но нам надо, чтобы было хорошо. Мы боремся с этим стереотипом. И благодаря тому, что я рассказывал, благодаря вот этому засилью негативных новостей в период с 2014 года и до сейчас, в медиапространстве сформировался образ украинца как такого всеми обманутого, беспомощного человека, который все, вот он зависит полностью от государственной власти, он очень маленький, он ничего не решает, до его проблем никому нет дела, но он ждет терпеливо и смиренно, когда какой-то чиновник, олигарх, депутат придет и поможет ему. Мы боремся с этим стереотипом, но мы, наоборот, рассказываем об украинцах, которые сами добиваются своих целей, которые заставляют государство и местные власти заставляют принимать необходимые решения для того, чтобы решать определенные общественные проблемы. Ну, а мы об этом рассказываем. Инклюзия. Мы очень много рассказываем о людях с инвалидностью и о том, потому что снова-таки есть стереотип, если ты человек с инвалидностью в нашем постсоветском пространстве, то твоя история успеха закончена, не начавшись. Мы тоже пытаемся разрушить этот стереотип, рассказывая истории успеха таких людей, и их на самом деле масса. Когда мы начинали первый прототип «Шотам», у нас была медиа, сначала назвалось оно «Суспильный Око», и это был такой вот прототип современного «Шотама». У нас был инвестор, который говорил, «Ребята, где вы найдете столько позитивных историй?» У вас они почтят через месяц. На что мы сказали, ну, послушайте, друзья, 40-миллионная страна, мы точно будем в течение многих лет без остановок находить эти истории успеха. И вот мы работаем уже три года, и они, слава богу, не заканчиваются. Ну и плюс, что немаловажно, что стоит отметить, то, что очень часто наши истории и наша повестка дня связаны с таким вот, как мы это называем, либеральным патриотизмом. То есть, опять-таки, в условиях, когда украинцев там многие годы кормили негативной информацией, всякими происшествиями и неудачами государственными и общественными, то, когда сейчас мы рассказываем о том, что, вот, смотрите, это украинцы, и у них все получается только потому, что они идут к своему успеху, доверят в себя, и, то есть, это не просто это мотивационные какие-то, да, материалы, это вот четко и конкретно мы рассказываем о том, что они делали, как они делали, почему они так делали, в чем составляющая их успеха. То это вызывает некие патриотические чувства, и что очень хорошо сказывается на интеракции с этими материалами, их очень активно шерят, их очень активно обговаривают, то есть вот в октябре, например, показатель интеракции с нашим контентом в соцсетях был 380 тысяч, то есть мы получили интеракции, я имею в виду, лайков, шеров, комментов, то есть 380 тысяч раз наша аудитория, и не только наша аудитория, да, то есть и те, кто просто соприкасался с нашим контентом, 380 тысяч раз они как-то отреагировали на него. Более того, количество комментариев, которые мы получаем сейчас, количество комментариев, которые мы получаем сейчас, оно настолько велико, что мы ввели должность комьюнити менеджера, да, и который отвечает, его задача отвечать на эти комментарии и коммуницировать с нашими, с нашей аудиторией в соцсетях и на почте, потому что нам очень много пишут, там, вплоть до 15 сообщений в день мы получаем по почте, нам очень много пишут в соцсетях, напрямую, то есть не только в комментах, и вот летом буквально у нас была ситуация, когда мы получали 40 комментариев в минуту, то есть это невозможно было обрабатывать и люди обижались, почему мы им перестали отвечать и до сих пор пишут и обижаются, что мы им не отвечаем, но это просто было невозможно обрабатывать, то есть отклик аудитории более чем классный. Встает вопрос, кому же это нужно? Кто же это все читает? Кто же это все смотрит? У нас в редакции есть 4 портрета нашей аудитории, для кого мы работаем. В некоторых медиа-теориях это называется, в западной журналистике это называется персона, у нас часто это называют аватар, ну, мы называем портрет. Вот у нас есть 4 портрета аудитории, я о них чуть подробнее расскажу, возможно, это вам как-то поможет в вашем каком-то стратегическом планировании, если вдруг у вас есть или будут планы запускать разделы позитивных новостей, например, или просто увеличивать число этого контента. Значит, 4 портрета. Первый портрет, мы называем его Клава, описывая вам, кто это. Это женщина, но она у меня тут немного получилась постарше, но так вот вышло. Это женщина от 35 до 55 лет, которая живет в маленьких городах украинских райцентрах, либо селах. Ее интересы это, ну, во-первых, она патриотка, во-вторых, ее интересы это развлекательные ток-шоу, сериалы, мыльные оперы. Она очень любит драматичность повествования. Зачем ей нужно смотреть позитивные новости? У нее просто есть дети, есть двое детей, которые в возрасте сейчас, когда им нужно определять свою судьбу, и больше всего она переживает за то, что ее дети эмигрируют в поисках лучшей жизни. Поэтому она надеется и ищет подтверждение того, что для ее детей есть возможности роста и возможности успеха в Украине. Для нее это важно, это ее боль, и мы закрываем ее боль своим контентом и своим подходом. Дальше Тарас. Клава, кстати, она сидит у нас на Фейсбуке. Там их очень много, если брать этот портрет. Дальше идет Тарас и его женская реинкарнация Марина. То есть, по сути дела, это один портрет, просто у них два облика, женский и мужской. Они сидят в Инстаграме, это совершенно другой тип людей, и, соответственно, мы для них делаем совершенно другой контент. Я об этом еще расскажу. Тарас и Марина, кто они такие? Они молодые люди от 20 до 28-30 лет. Их жизненные установки это то, что они не хотят работать на кого-то. Они хотят развивать собственный бизнес, они хотят быть хозяевами своей жизни. Они либо уже занимаются собственным бизнесом, маленьким каким-то бизнесом, либо планируют это сделать. Если они уже занимаются бизнесом, то это такой бизнес, крафт а-ля производство рюкзаков, как вот наш герой, о котором я рассказывал. Производство рюкзаков, производство какой-то крафтовой мебели, производство изделий из кожи, я не знаю, какие-то кошельки, что-то такое. Это что-то, что можно продавать на Итси. Сейчас прям бум! У нас все стараются что-то продавать на Итси, на Амазонию. То есть они понимают ценность своего продукта и понимают, что украинскую аудиторию стоит еще приучать к крафту, почему он стоит дороже, чем мастмаркеты, почему он качественней. И они тоже патриоты. Для них тоже важно понимать, что они живут в стране, для которой не все потеряны. И они в Инстаграме. Это наша аудитория Инстаграма. Я вам не заслоняю тут своим зумовским окошком, в котором вы видны. заслоняю презентацию, его не видно, наверное. Нет, все хорошо, все нормально, каждый может настроить себе экран сам. Супер, отлично. И получается, четвертый портрет это Антон. Все, что нужно знать об Антоне, это то, что ему в среднем 35 лет, от 35 до 40. он работает в IT, в IT-сфере, да, и он тоже патриот, и он у нас сидит в Твиттере. Соответственно, контентные предпочтения у этой аудитории разные. Для Клавдии нашей нужно, чтобы обязательно была драма. Соответственно, контент для нее обычно у нас начинается с чего-то драматичного. То есть, вот как, например, с этим селом, о котором я рассказывал, о котором была разрушена коровья ферма, да, а сейчас они это восстановили, и у них все хорошо. То есть, для нее обязательно должно все начинаться с чего-то не очень хорошего. Все то, что я рассказываю, это не наши допущения, это все результаты аналитики, фейсбук-аналитики, гугл-аналитики, твиттер-аналитики. Это все результаты опроса в аудитории, которые мы регулярно проводим. и для Клавдии, как фанатки, в том числе каких-то драматичных сериалов и мыльных опер, для нее важно, чтобы история успеха была похожа на мыльную оперу, на то, чтобы там был конфликт, там была драма, но все заканчивалось хорошо. Соответственно, мы преобразовываем и перепаковываем наш контент именно под нее в этом случае. какие примеры успешных историй могут быть для Клавдии? Ну, есть у нас. Например, история про парня-ветерана, ветерана войны на Востоке, который заслонил с собой гранату, которая попала в оков, чтобы спасти он был комп взвода и чтобы спасти своих бойцов, он бросился на эту гранату. Но он выжил. Но сейчас он человек с инвалидностью, потерявший зрение. И казалось, что его жизнь на этом кончена. И ему так казалось. Он был в глубокой депрессии. Но нашлась девушка, которая была настолько поражена его историей, что сначала она просто приходила к нему, помогала, поскольку он еще ко всем прочим несчастьям, он еще и одинокий, которая просто приходила к нему и помогала. И в конце концов, после долгого общения они стали мужем и женой. И сейчас этот парень, несмотря на то, что он полностью потерял зрение, он принимает участие в Играх Инвиктус, возможно, вы слышали, это международные игры ветеранов. И он бегун, марафонец, и они бегают вместе с ней, потому что он не видит, и ему нужен человек, который бы его направлял. И она, не будучи вообще никак причастна к спорту, она бегала вместе с ним и сейчас бегает на марафонские дистанции только ради него. Вот такие истории, позитивные, безусловно, позитивные истории нравятся нашей Клавдии. Я еще много могу таких примеров сказать. И, кстати, вот эта история и ее видео, которое мы сняли по этой истории, набрало больше двух миллионов просмотров в первую же неделю у нас в соцсетях и на сайте. Тарас и Марина. Тарасу и Марине интересные истории, связанные с успехом малого-среднего бизнеса в Украине. Как с нуля начать свой бизнес, как не прогореть с кредитами, как правильно выбрать направление, куда двигаться. Соответственно, мы об этом всем рассказываем, но на примерах человеческих историй. Мы берем конкретного успешного нынешнего успешного предпринимателя и рассказываем, с чего он начинал. И часто это были просто там занял денег у друзей и начал делать то, что я делаю сейчас. И вот как, например, у этого Сашка Гаронди, который бывший бездомный и теперь у него бренд рюкзакон. Он реально из Закарпатия переехал во Львов, просто бродяжничал, ему удалось попасть в общину, которая занималась вопросом реабилитации людей, у которых нет дома. в этой общине он узнал о грантовой возможности от украинской греко-католической церкви на развитие бизнеса. И он получил первый свой какой-то крохотный кредит, несколько десятков тысяч гривен и стартовал свой бизнес. И сейчас у него он переходит в промышленные масштабы. Вот такие истории им интересны. И эти истории мы им рассказываем в Инстаграме. Для Антона интересны истории, связанные с украинским IT-бизнесом, стартапами, технологиями, успехами украинских стартапов на краудфаундинговых платформах разных всемирных. Как они делали, что они делали, как они рассчитывали, какую стратегию они выбирали. И опять-таки мы им рассказываем это из первых уст. То есть берем автора успешного стартапа, основателя успешного стартапа, берем у него интервью и рассказываем от его лица, что он, как он достигал успеха. И соответственно мы рассказываем об этом в Твиттере. для Антона. Что интересно, мы проводили исследование, вот в прошлом году, мы регулярно проводим опросы аудитории, но в прошлом году мы проводили большое исследование своей аудитории, было около 30 больших развернутых вопросов анкета. То есть человек случайно не отвечал бы на 30 развернутых вопросов, ему надо было потратить около 40 минут своего времени на это. И так мы узнавали, что о нас думает ядро аудитории, как она нас воспринимает. Очень показательными были ответы на вопросы, когда, в какое время вы нас читаете. Абсолютное большинство читает нас перед сном. Соответственно, читает либо наши новости, либо смотрит наши видео, либо статьи перед сном. Либо с утра в субботу, либо утром в понедельник. То есть это то время, когда наша аудитория хочет получать заряд позитивного позитивных новостей, позитивного контента. Что еще интересно, это то, что мы спросили, у нас был такой вопрос, как бы вы описали, рассказали о нашем медиа для своего друга, например, за стойкой бара. Как бы вы ему в трех словах одним предложением описали, что это за медиа. И большинство ответов было в той или иной формулировке таких «это медиа, которое не страшно читать перед сном». После этого, ну и согласуясь со статистикой посещаемости наших ресурсов, мы основной, такие самые мощные истории, самый мощный контент приберегаем для вечерних часов, для того, чтобы как можно больше аудитории могло с ним ознакомиться. Немного статистики, немного статистики, где доказательства, кроме того, что наша аудитория насчитает, где доказательства того, что людям нужен позитивный контент. вот перед вами опрос социологическое исследование, не просто вопрос, социологическое исследование, которое проводилось в Украине буквально пару месяцев назад. Вопрос был, вы, наверное, видите, такой, что, чего, по-вашему, какой информации по-вашему в украинских медиа должно быть больше. И на втором месте после антикоррупционной какой-то информации, на втором месте это позитивные изменения в государстве и обществе. То есть, спрос есть. Спрос на это есть, и я больше вам скажу, он есть, сразу, он возникает сразу после пиковых кризисных моментов. Где-то тут у меня было, сейчас я вам покажу, ну, это, конечно же, такой график, но статистика четкая. В марте этого года, в марте этого года в Украине, по-моему, 10-го числа или 9-го, в Украине был внедрен жесткий карантин. было запрещено выходить на улицу более чем двум людям, только в масках. Если вы идете втроем, и у вас нет цели визита какой-то, цели вашего выхода, вас могли оштрафовать на большую достаточно сумму денег, около 700 евро. жёсткий локдаун очень. Всё было переполнено какими-то хаотичными разнообразными новостями о коронавирусе, там случилось, там какой-то ужас произошёл, там всё заблокировали, выставили военные заграждения вокруг целого населённого пункта, потому что там вспышка и так далее. В результате мы зашли в этот локдаун с количеством уникальных посетителей сайтов 400 тысяч человек, где-то первые две недели у нас посещаемость упала, ну, в пересчёте, да, посещаемость упала в два раза практически, то есть все пошли на новости про коронавирус, только коронавирус больше ничего не интересовало, тогда мы, и я вот это подвожу к поискам положительных новостей, положительной информации, мы тогда поштурмили в редакции и запустили проект, который мы назвали «Твоя таблетка против паники». Мы решили противодействовать панике и трансформировали временно под это весь бренд контент на сайте. Мы начали рассказывать о, поменяли дизайн временно, мы начали рассказывать о случаях выздоровления, во-первых, начали рассказывать о том, что выздоровевшие советуют делать тем, кто заболеет, мы начали публиковать материалы на тему «Что делать, если ваш родственник заболел, а вы живете в квартире вместе?» то есть какие-то прикладные такие штуки, которые были призваны потушить панику, рассказать людям, что делать, и когда люди знают, что делать, они меньше паникуют, потому что в промежутке с 10 по 20 марта в украинских супермаркетах снесли все, ну, по крайней мере, здесь у меня в Киеве, просто туалетную бумагу, крупы, спички, соль, полки были пустые. И мы начали выходить с таким контентом, и к середине карантина, то есть где-то в мае у нас посещаемость была в два раза больше, чем к тому моменту, как мы заходили в этот локдаун. Соответственно, вот так мы выкрутились, вот так мы нашли позитив в негативе, и это принесло свои плоды, потому что действительно через месяц локдауна людям надоело уже бояться, им надоело читать информацию, спорадичную информацию про коронавирус, о том, как все мы умрем, и они стали искать что-то более обнадеживающее, что-то более полезное для них. Ну и вот тут мы как раз вовремя заняли эту нишу. так. Итак, я хотел сказать еще о том, что мы вот такие позитивные не одиноки. В мире есть еще примеры, возможно, вы тоже поищите их, и вам будет вдохновить, возможно, они как-то более будут подходить к вашему контексту медийному, в вашем медиа, в вашем регионе. Те примеры, которыми вдохновлялись мы, это Constructive Institute, это датская организация, которая делает акценты на конструктивной журналистике. Я думаю, наверняка многие из вас об этом слышали. И их миссии, они призывают к тому, чтобы не классическая журналистика обозначает проблему и ищет виновных. Они призывают к тому, что настало время новой журналистики, когда мы должны не только искать проблему и ее причины и обозначать виновных, но и говорить, что дальше. То есть к традиционным 5W вопросам добавить еще два что теперь и что делать дальше. это очень круто. Они основали фактически новое направление в журналистике, конструктивная журналистика. Мы не можем сказать, что мы на 100% конструктивная журналистика, поскольку мы в каждом своем материале не обозначаем проблему. Мы рассказываем о успешных решениях тех проблем, которые и так осознаны украинским обществом. То есть то, что я и говорил. Проблемы инклюзивности и включенности людей с инвалидностью в общественную жизнь, инфраструктурные проблемы, проблемы ветеранов, ветеранов во имя на Востоке, которые приходят с посттравматичным синдромом домой и фактически остаются один на один со своими проблемами, со своим посттравматическим синдромом. мы запустили целую линейку проектов, связанных с тем, как ветераны находят себя в своей новой жизни, поскольку эти люди возвращаются другими. Это факт. И мы рассказывали и продолжаем рассказывать о том, как эти люди находят себя в новых условиях, в своей новой реальности. тоже очень много историй успешного запуска бизнеса украинского. Самое у нас известное и самое популярное это ветерана пицца, когда ветераны запустили ветеранскую пиццу, которую делали ветераны. Начинали с маленького пиосочка, а сейчас у них уже сеть ресторанов по Украине. и потом у них начало ветерана Брауни из Браунарни. короче, там очень крутые истории. И они не единственные, просто они больше всех на слуху. Мы уже рассказали более сотни историй ветеранов, которые нашли себя и они успешны. Были те, которые занялись экспортным бизнесом на том деле, которое приносило им облегчение. То есть посттравматический синдром, это кошмары, это неприятие общества и неприятие это проблемы с трудоустройством, потому что тебя не хотят брать на работу, потому что ты нестабильный психологически. Но мы рассказывали о тех примерах, когда ветераны занимались фактически превращали в бизнес свое хобби и даже выходили с ним на экспорт. У нас был парень, который начал делать машинки для татуировок. И у него сейчас экспортный бизнес, его заказывают в Европе и США. Еще это Positive News, это немецкий по-моему сайт, вы тоже можете посмотреть, они тоже конструктивная журналистика. И вот уже то, что более похоже на нас, это Squirrel News. Буквально недавно запустилась эта медиа. Вру, Positive News, это международная медиа, а вот Squirrel News, это немецкая медиа, в том числе на английском языке выходит, и они делают подборку именно позитивных новостей. Или рассылают их на e-mail, либо можно на сайте почитать. Ну и, конечно же, всеми любимый старина Билл Гейтс тоже с нами в одной лодке, потому что его фонд ежегодно делает отчеты о позитивных изменениях в мире. И вот они, не знаю, будет ли в этом году, но в прошлые годы они выпускали там подборку из ста очень крутых новостей, которые прям вот заставляют верить в то, что с этой планетой не все так плохо. Очень рекомендую вам почитать. Кстати, не знаю, почему я не включил это в подборку. Лучший формат для видео, лучший формат для видео, как я, лучший формат контента для донесения позитивной информации на нашем опыте это именно видео. Поскольку мы делаем большую ставку на соцсети и в соцсетях оно очень классно расходится. Мы делаем caption видео, это наш основной бренд-контент, то есть, квадратные ролики с титрами. просто я хотел показать примеры того, что мы делали и до сих пор делаем, как мы ищем позитивные новости про борьбу с ковид. Хотя там динамика заболеваемости не знаю, как у вас у нас растет с каждым днем очень жестко и говорят, что уже к Новому году будет по 30 тысяч инфицированных ежедневно, но тем не менее мы ищем позитивные истории и эти истории очень часто связаны с самоорганизацией людей, с самоорганизацией гражданского общества, что я думаю в нынешнем контексте возможно будет актуально и для вас. И это, как вы понимаете, не только с коронавирусом связано. Вот могу показать буквально пример, как украинское общество, мы освещали в том числе в рамках своей программы, в рамках своего спецпроекта «Твоя таблетка против паники», как мы освещали то, как украинское общество реагирует на ковид и на то, что на передовой фактически оказались, если там в 14-м у нас на передовой были добровольцы и им помогала вся страна, то теперь это медики и вот как им помогают. хотел показать, но что-то не получилось. Так, сори. Дайте-ка я вернусь. А в чем же проблема? Может, следующая сработает? Может быть, это связано с обновлением? Может быть, лучше показывать с экрана тогда по ссылкам? Если это очень важно, то нужно просто перейти... Это как раз и пытаюсь делать. Она меня просто на нашу страницу выносит, да? Очень странно. Свежие ссылки, только если не их ставил, не пойму, в чем причина. Друзья, давайте тогда так. Я... Вышли их в чат, например, чтобы вы могли ознакомиться. Если коротко, то здесь истории про то, что рестораны, львовские рестораны объединились и взяли дежурства, в рамках которых, там, суточные, в рамках которых они присылали еду медикам в больнице, да? То есть, приготовленную в ресторане, в своих ресторанах, да? Потому что многим медикам некогда выйти просто на перекур и поесть в том числе, и им присылали еду. Здесь была информация о проекте, который тоже абсолютная самоорганизация граждан, да? В Вайбере была создана группа, в которую добавлялись водители для того, чтобы оглашать свой маршрут ежедневный, да? И подвозить врачей, если им по пути или если там нужно отклониться ненадолго от маршрута. Очень массовая акция, прям по всей стране стали добавляться люди в эту группу и координироваться. То есть врач мог бросить почему это было важно? Потому что отменили общественный транспорт, да? То есть запретили транспорт общественный, не ездил, жесткий локдаун. А врачам нужно было как-то добираться на работу. Естественно, наше правительство не подумало, как это будет происходить. Поэтому главное запретить. И в таком случае общество само нашло решение этой вопроса. И это то, что очень согласуется с нашей миссией, когда мы рассказываем, что государство не всесильно. Что если вы хотите решить свою проблему, объединяйтесь и решайте ее. В общем, акция и проект стал популярен во всей Украине. Врач мог с утра писать, куда ему надо, когда он собирается выходить. Уже утром возле его подъезда стоит водитель, сажает его машину и довозит до работы. А, тут то же самое, тут службы такси делали то же самое. И они координировались с врачами, брали запросы, отсылали запросы в больницы в своих городах и координировались с врачами и довозили из дому на работу и обратно докторов, чтобы они вовремя успевали быть на рабочем месте и не тратили время и силы и деньги на то, как добраться до своей больницы. В общем, это в контексте того, что кризис, но позитивные истории есть. Сергей, а вот уже есть несколько вопросов, может быть, я смогу задать их сейчас. А, конечно, давайте. Вот Оксана спрашивает, сколько журналистов работает на вашем сайте, такое впечатление, что много. Сейчас я вам скажу, на ленте новостей у нас работают два человека посменно, с раннего утра до обеденного времени, с обеденного до позднего вечера. И у нас работает в формате больших материалов в статье наших редакционных три человека. Понятно. Тут еще Оксана передает привет Леониду Остальцеву пицца-ветерана. Просто мы с Оксаной в рамках школы социальной журналистики как раз-таки приезжали к вам в Киев, поискали такие вот примеры социальные, в том числе связанные с деятельностью ветеранов, и ели пиццу, и даже фотографии у нас есть на пороге пиццы-ветерана. И опять же, Оксана, вопрос. У вас прям все истории позитивные. А о людях, которые за что-то взялись, но у них что-то не получилось. Такие истории есть? Нет, мы не рассматриваем такие истории, поскольку ждем, когда у них это получится. Мы думали о внедрении рубрики типа вот таких фокапов, неудач каких-то, когда у кого не получилось, анализируют причины, почему у них это не получилось. Но пока что не брались за это. Пока что не брались за это. Возможно, сделаем эксперимент в следующем году, проверим, насколько это хорошо заходит. Но пока что есть сомнения, что это будет смотреться хорошо в нашей повестке дня. Плюс в Украине сейчас есть очень много медиа, например, о бизнесе, которые уже рассказывают о фокапах. У них есть такая рубрика. Соответственно, ниша конкурентная, поэтому мы пока не щупали это направление. Но заход хороший, мы думали об этом. Пока еще думаем. еще. Есть от Ксении еще вопрос. Сколько выходит новостей на сайте в день в среднем? Сколько редакционных материалов видео? Смотрите, в день у нас выходит 30 новостей на сайте. я вам 30 новостей это то, что четко выходит ежедневно. Касательно редакционных материалов не менее чем один должен выходить большой материал. Иногда их выходит больше. Но мы работаем по системе спринтов. у нас есть недельный спринт, есть Milestone, который равняется месяцу, не всегда календарному, и есть спринты, то есть семидневные спринты в рамках Milestone. Соответственно у нас должно быть опубликовано вот и считайте количество редакционных материалов. У нас 10 должно быть редакционных материалов, редакционных статей в спринт и не менее 10 видео в спринт. Сейчас мы постим где-то около 40 видео, но мы еще зависим от проектов, появляются новые проекты мы начинаем больше постить, там отходят эти проекты мы начинаем меньше, но меньше 40 не постили никогда видеороликов в месяц. Еще есть вопрос от Виталия, Виталий спрашивает есть ли у вас спецпроекты? Конечно, вы можете посмотреть на нашем сайте это спецпроект, там есть отдельный раздел спецпроекты и собственно там вы найдете всю информацию спецпроекты для нас это прежде всего коммерческая составляющая нашей деятельности, поскольку мы независимая медиа и мы стремимся к финансовой независимости от доноров, мы начинались как донорская медиа стопроцентная, то есть нас финансировали международные доноры, потому что на тот момент в Украине еще не было программ, которые бы позволяли такое финансировать, сейчас они есть, правда снова вокруг них разгораются скандалы, но сейчас они есть, но на тот момент не было. и в любом случае мы рассматриваем переход на sustainability и примерно на 30% мы перекрываемся собственными поступлениями и это коммерческие спецпроекты, часто это коммерческие спецпроекты с международными фондами, то есть не в рамках деятельности общественной организации, которая является юридическим собственником нашего медиа, а коммерческие то есть не гранты, а просто коммерческие заказчики приходят с тем, что вот у нас есть такое-то, такое-то, давайте мы вас опубликуем, как это будет с вами сочетаться, ну и короче, как со всей нативкой. И там мы помещаем как раз в разделах спецпроектов такие вот проекты и они пользуются очень большей популярностью. Хочу сказать, что этот раздел, если поговорить о финансовой составляющей, то этот раздел неожиданно для нас при очень большей популярности мы получаем, ну не скажу, что прям достаточное количество, но неплохие показатели входящих обращений именно клиентских, именно благодаря этому разделу, потому что все смотрят туда, смотрят, с кем вы уже партнерились, ого, ничего себе, давайте-ка и мы с вами запартнеримся. Вот, и это очень привлекает, привлекает и способствует нашему постепенному переходу на самообеспечение. Ну и последний вопрос зачитаю, пойдем дальше, это вопрос от Марии, как и где посоветуйте начинающему журналисту искать героев, я так понимаю, Мария героев позитивных новостей, да? О, я как раз к этому перехожу, вот первый вариант, да, на самом деле, когда мы запускались, стоял вопрос в том, что вот у нас была идея, у нас были кейс, да, вот то, что я рассказывал, наш прототип, медиа-прототип суспильный око, и мы пришли к донорам и вот предложили наш проект, и первый вопрос, который от них был, ребята, где вы возьмете столько позитивных историй, то есть то же самое, что говорил наш первый инвестор, да, и действительно, это казалось очень трудно, и когда нас было двое основателей, да, и нам таким и таки убедили, что мы найдем эти истории, поскольку был предыдущий успешный кейс, нам выделили финансирование, и нам нужно было срочно набрать редакцию из журналистов, которые никогда не фокусировались на позитивных новостях, уже не было таких в Украине просто на тот момент, что все как бы работали в условиях медиаполя очень негативного, и мы что мы советовали своим журналистам, которые только пришли к нам, первое, это фейсбук, то есть если брать, например, короткие новости для сайта, то часто мы ищем в региональных медиа, и очень часто в региональных медиа эти позитивные новости подаются не как позитивные новости, то есть случилось что-то рядовое и неприметное абсолютно по сравнению с тем, что вот новый маньяк появился в городе или там мэра поймали на взятке и он хочет откупиться, ну там что-то в этом роде, да, мы такие новости собираем, то есть у нас лента новостей работает как агрегатор, да, по сути дела, то есть мы собираем по регионалке, по фейсбуку разную информацию, разные новости, да, и размещаем их у себя. Что касается именно историй, да, в драматургическом понимании этого слова, то истории чаще всего первые источники информации это фейсбук, да, мы составляли для своих журналистов списки людей, активистов, прежде всего активистов, да, каких-то общественных деятелей, реформаторов, да, которые там вот у нас в 14-15-м году появилось окно возможностей для молодых реформаторов войти во власть, да, и они сделали очень много всего хорошего за это время, то есть мы рекомендовали им подписываться на реформаторов, активистов и так далее, которые постоянно что-то постили из круга своих знакомств, из круга своих там интересов, да, и мы забирали это, делали из этого нового, сделали из этого видео и публиковали. И это очень хорошо работало и работает сейчас, и количество таких активистов растет постоянно. То есть сначала это было только на всеукраинском уровне, да, там, какие-то там, Киев, крупные города, Киев, Львов, Одесса, Днепр, которые миллионы больше людей, Харьков, да, то постепенно это начало разрастаться до низовых инициатив, то есть когда активист из какого-то села, просто, да, вот мы недавно рассказывали про парня, который организовал в своем селе маленьком сортировку мусора, да, и при том, что депутаты сельсовета были против того, чтобы сортировать мусор, кому это надо, не те времена, вот, и он организовал сортировку мусора, и его поддержали люди, люди стали ему помогать, и это тоже была низовая инициатива, которую мы узнали из локальных групп, локальные группы в Facebook, очень хороший источник подобной информации, там не всегда бывают только какие-то Facebook перепалки и негодование, там бывает что-то и позитивное, просто надо уметь отфильтровать, это знаете, как золотоискатели там времен Клондайка и золотой лихорадки, надо уметь отфильтровать. Второй источник это Instagram, с Instagram посложнее с одной стороны, из-за того, что там нет такого количества активистов, там бьюти-блогеры и так далее, но там есть хэштеги, и по хэштегам можно находить нужный контент, просто нужно найти нужные хэштеги, например, у нас много контента делаем по популяризации внутреннего туризма в Украине и начали мы это делать до того, как это было мейнстримом, потому что с карантином, с локдауном закрылись границы, это стало прям все начали делать контент про возможности внутреннего туризма в Украине, что не мудрено. Но мы это делали с 17-го года, когда вообще считалось, что в Украине основные туристические локации это были Одесса, Львов, Карпаты, все, какое-то Азовское побережье для левого берега Днепра. И мы начали рассказывать о маленьких городах, мы начали рассказывать о привлекательности маленьких городов, поскольку в Украине проходила и проходит реформа в маленьких городах, потому что маленькие города реформировать быстрее. И очень многие из них задумались впервые о статье о такой доходах, как туризм, туристический бизнес, и стали проводить ребрендинг или брендинг, свои туристические бренды стали выпускать, разрабатывать и так далее. И мы об этом стали рассказывать, создали свой хэштег, он назывался шамандрый, и по этому хэштегу мы организовали такой флешмоб, по этому хэштегу люди, которые путешествовали где-то в районе своего областного центра, например, вы из какого-то областного центра, путешествуете, тур выходного дня вокруг этого областного центра, в районе 120 километров, выкладываете фотки классных локаций, помечаете хэштег шамандры, мы тегнем вас, расскажем, что это вы сделали, помогайте нам открывать Украину, неизвестную Украину. И к нам просто повалил такой контент, повалило, по хэштегу начали люди постить, начали просто тегать что там в инстаграме. Мы запустили такой флешмоб, который продолжается до сих пор, время от времени. Инстаграм очень крут своими тегами, хэштегами, тегами в сторис и так далее. Второй у нас был успешный, то есть, чего мы добивались и чего мы добились, это user-generated контент, когда люди сами начинают делать тебе контент. Второй у нас был успешный пример флешмоба, когда это был спецпроект с Юнисеф, тоже его можно найти в наших спецпроектах, и он был по популяризации жестового языка. И мы запустили флешмоб, когда просили нашу аудиторию, если вы знаете какое-то слово на языке жестов, на жестовом языке, как это правильно говорить, то покажите его, и запишите видео, и тегайте шатам. Я даже не помню, сколько мы получили из таких коротких видео, stories, это все в stories мы делали, но я помню, что общее количество просмотров было 120 тысяч, и это было очень круто, и очень много людей прислало, и я не знаю ни одного слова на жестовом языке, но очень много людей прислали и рассказали об этом, то есть Instagram можно использовать как самоорганизацию, для самоорганизации аудитории. Twitter тоже очень активная платформа, очень непростая, но очень активная, и что мы делали, мы просто под каждой позитивной новостью призывали в комментариях, первым комментарием присылайте нам присылайте нам еще если вы знаете что-то присылайте нам еще и это очень хорошо сработало нам там накидывали и накидывает комментарии новых историй приобрело другой смысл на присылали много интересных историй и которые мы потом рассказывали и последнее вот это это то вот о чем я сейчас рассказывал приберегал его для этого слайда что аудитория на использовать свою аудиторию мы приучили аудиторию потому что у нас позитивный контент у нас позитивные новости и у нас на сайте есть самом низу самом подвале маленькая кнопочка не прислать историю мы ее запустили и так запустили запустили как раз запустили в то время когда только запускали сайт потому что действительно нас был дефицит с источниками где брать позитивные новости а позитивные истории сейчас мы получаем от 3 до 15 сообщений в день нам присылают люди и каждый понедельник на редакционный совет выбирает какие истории освещать потому что ну и от многих мы отказываемся потому что типа это недостаточно яркая там недостаточно как бы там сомнительный успеха там еще что-то люди как знают так и присылают видят эту историю вот но мы регулярно постим контент и буквально так совпало что со следующей недели мы внедряем мы отдельно будем помечать контент от читателей на сайте чтобы мотивировать еще больше присылать нам таких историй и ну попадаются очень крутые истории вот буквально на прошлой неделе пришла история от заключенного он сидит в тюрьме не знали и преступления сидит в тюрьме и у него там срок там несколько лет и чем позитив да конечно же он говорит что в этом ни за что посадили и все но история не в этом и вот в чем позитив этой истории в том что он от нечего он строитель и в том что он от нечего делать организовал из своих сокамерников и товарищей по несчастью так скажем да строительную бригаду которая наводит порядок на территории этой зоны и он присылал фотографии и видео они высадили газон на территории зоны газон прям просто идеальный лучших традициях каких-то американских семейных газонов они разукрасили муралами внутренние ограждения забор этот бетонный дворика в котором они гуляют и сделали фонтан у них в углу они сделали фонтан который электричество включается то есть его в розетку включаешь и начинает бить вода и он еще и светомузыка играет ну то есть вот такие вот истории присылают там невероятные и это сами люди они конечно это не генерация контента но тем не менее это генерация инфоповодов для для вас сергей а скажите пожалуйста вот такие истории которые вам пользовательский контент который вам присылают люди даже перепроверять каким образом вы делаете фактически какую-то информацию конечно мы же не публикуем их сразу вот то есть истории которые нам присылают это не новости да то есть это не новости в классическом понимании этого там слова да там когда не знаю проложили новую дорогу еще что-то еще что-то нам присылают чаще всего истории вот обратите внимание этот вот например с этим парнем который отбывает заключение вот подобные конечно же после это но мы еще с ним не связывались на порядок порядок действий таков что связываемся с собственно с учреждением да и все это выясняем проводим прямое интервью с героем и публикуем с его слов и подчеркиваем что мы публикуем с его слов но друзья мои здесь нет противоречивости то есть тут не политические темы мы не касаем я в этом дальше расскажу мы не касаемся политических тем абсолютно вплоть до того что мы даже у нас табу на упоминание имен политических мы очень много в этом плане проигрываем все о да потому что часто гуглят именно имена но мы выиграем в репутации да потому что у нас очень турбулентная политическая ситуация всегда да и если тебя уличат в том что ты даже не несознательно вдруг что-то там где-то написал что могло бы сыграть на руку какой-то политической силе то прощайся со своей со своим мембершипом да мы сейчас развиваем просто еще мембершип частные частные как-то называются донейшены частные пожертвования вот надеемся на это направление и в этом случае тебе вдруг не дай бог даже если ты не знал даже и не ведал тебя в этом уличили все пиши пропало направление можно закрывать поэтому такое ну и плюс опять-таки повторюсь что тут нет контроверсийности то есть у нас нет конфликтов часто бывает что есть там какой этого парня с депутатами какой-то парни который организовал сортировку мусором с депутатами которые ему отказывали но мы показали депутата который сказал что это все ерунда мы показали мнение поэтому все каноны соблюдены но в целом конфликт и конфликт часто миросозерцательный больше присутствует в наших материалах чем конфликт человека человека или человека и системы ну и и так далее да у нас конфликт это с тем что я ничего не могу мне ничего не получится государство меня бросило и так далее а мы доказываем что этого что типа не все потеряно и конечно же сознание до элемент поиска позитива все зависит от от фокусировки да если вы сфокусированы вот как мы да у нас ну просто это наш контент мы сфокусированы на том чтобы искать позитивную информацию до соответственно если мы не находим такое редко случается никогда не случается например мы хотим не просто по факту рассказ какие-то истории успеха хотим какой-то спецпроект придумать например там мы делали хотелось сделать спецпроект нам в украине очень критиковали реформы медицины и до сих пор критикуют там прям баталии разверзаются на этом сам фоне но преобладала точка зрения того абсолютно преобладала того что медицинская реформа типа где сделала все только хуже на самом деле это была манипулятивная ситуация которую развивали которые развивали заинтересованные в этом политические силы и играли на том что очень была плохая коммуникация правительства внедрявшего эту реформу плохая коммуникация с гражданами они не объясняли что будет что предполагает собой эта реформа чему она приведет какие уже есть ее истории успеха соответственно олигархические медиа которые были заинтересованы в том чтобы реформа свернулась публиковали кучу кучу контента на тему того что вот посмотрите что в этой больнице там ужас мрак вот ваша реформа вот они выдавали причины реформы за ее последствия и мы решили особенно большие были холивары в на тему реформирования туберкулезной называется туберкулезного направления до в медицине все развалится разрушит протоколы поменяли вместо года лечения туберкулезного больного сейчас будет лечить только 30 дней вы представляете что это будет это же просто вся украина умрет от туберкулеза мы начали разбираться в ситуации вот и решили сделать проект развенчание этих мифов то есть построить на развенчание мифов когда мы начали показывать примеры реформированных уже туб диспансеров которые были реформированы и переведены на хозрасчеты там основной основной был подход медреформы в том что медучреждения переводились на хозрасчет если они фактически становились коммунальными предприятиями они сами были и заинтересованы в получении финансирования не буду вам даваться подробности вот и мы нашли примеры туб диспансеров которые реформировались и у которых реально они улучшили свою статистику у них повысился бюджет потому что они перешли на хозрасчет возрос в разы бюджет они за год там там был одесский тут диспансер который за год провел капитальный ремонт поднял свою статистику излеченных пациентов год к году в шесть раз по моему вот там сплошной был позитив и мы выходили с такими новостями плюс развенчивали мифы про там ну кучу других мифов связанных с медреформой не буду вдаваться в подробности просто потому что мы решили такие так не может быть все плохое тем более мы знаем мы то знаем как как планировалось двигаться как планируется реформа да что что какие приоритеты расставлять но в информ пространстве преобладает другая совершенно точка зрения причем преобладает там девять к одному мозговой штурм поиск позитивных решений настроена на поиск этих позитивных решений и вот мы их нашли хотя них вообще не было нигде упоминание то есть мы там шкрябали по просто по и писали отдельным врачам описать физиатром писали в национальную службу здоровья украины и там и оказалось что этих примеров потому что рассказывали о частных врачах потому что в украине в рамках реформы еще и запущены частные когда врачи становятся предпринимателями частными вот семейные врачи и когда их зарплата там с 4000 гривен резко возрастает до 35 а в олигархических медиа рассказала что все врачи гибнут их лишают зарплаты они там все типа и бросают на произвол судьбы они будут умирать платить налоги за то что вас обслуживать и умирать с голода и мы нашли десятки историй врачей и это только то что мы в рамках проекта сделать прошу ей было бы возможность больше держать мне бы сотни нашли те которые подняли свой уровень дохода до 1000 плюс евро просто за несколько месяцев перешли на час на чпшника своих доход возрос просто геометрической прогрессии благодаря реформе вот ну то есть это была настроенность на поиск позитивной информации потом нам стали сами эти врачи писать потому что для них это еще и реклама стали сами писать и мы выпустив 4 материала по моему остальные 16 в рамках этого проекта видео мы сделали уже на основе того что нам написали сами врачи риски какие могут быть риски связанные с позитивной информацией с позитивной повесткой дня конечно же я думаю что у вас это возникало уже вопрос это комплементарность то есть объясню например с какой ситуацией мы столкнулись после президентских выборов в украине в апреле девятнадцатого мы рассказывали много позитивных новостей там семнадцатого года в том числе и о государственных государственном реформировании да и при этом мы избегали всяких там любой любых возможностей которых нас бы можно было обвинить в том что мы играем там на руку какой-то политической силе которая сейчас у власти но после президентских выборов когда пришла другая команда другая политическая сила власти резко возросло количество негативных комментариев у нас в соцсетях потому что приверженцы до предыдущей политической команды приверженцы предыдущей политической команды считали это предательством потому мол мы теперь рассказываем об успехах украины хотя мы рассказываем об успехах украины не команды нового президента не нового правительства но типа они это ассоциировали с тем что вы комплиментарны к новому правительству в результате мы вели очень и до сих пор ведем большую работу с тем чтобы объясняем в комментариях что мы это не наша цель что мы никем не финансируемся посмотрите там все прозрачные откуда наши источники доходов и и так далее мы не заинтересованы в том чтобы быть комплиментарными по отношению к любой политической силе вот наше решение да это то что мы не упоминаем нам политиков то что я говорил совершенно не упоминаем политиков ни одного имени ни одного политика украинского вы не найдете на сайте что там или в наших публикациях потому что сегодня этот политик в фаворе а завтра он в ростове как у нас говорят поэтому вот вот такая вот штука и вас не должны с ним ассоциировать не упоминаем политические силы не упоминаем олигархов хотя есть структуры например да афилированные с олигархами там благотворительные фонды которые делают хорошие дела на самом деле очень часто вот и они получают деньги от своих благотворителей так сказать да и которые по сути олигархи и но они делают хорошие дела какие-то там ремонтируют библиотеки школы там еще что то еще что таких случаях мы об этом рассказываем но мы не говорим не упоминаем эти благотворительные фонды как правило упоминают типа вот благодаря великому и могучему и там ренату леонидовичу ахметову мы вот это мы это не упоминаем мы говорим вот такой благотворительный фонд там кто-то то-то вот они сделали мы даже не упоминаем глав ведомств государственных обезличиваем все потому что сегодня этот глава ведомств молодец он запустил там что-то какой-то классный проект а завтра его по национальное антикоррупционное бюро поймала на взятки или там еще на чем-нибудь да и все а мы о нем рассказывали как о классном чуваке то соответственно мы себя страхуем от этих рисков вот ну и это как бы такая аполитичность это то что вот в рамках опросов которые мы проводим наша аудитория относит к нашим безусловным плюсом ну что устают от политики я думаю что у вас наверно это счет там пока все как бы на волне у нас это уже все потому что каждый раз что-то там-то случилось тот взятка тот на взятки там суд какой-то что-то постановил там протесты там та-та-та-та в Киеве там за день 8-10 протестов разных это вообще нормальное дело вот ну то есть ничего экстраординарного да и в любом другом областном центре вот и ну то есть от политики устоит поэтому мы всячески ее избегаем и в том числе для того чтобы прежде всего сохранять свою репутацию аудитории ну вот Сергей Данюс Радяевич у нас литовский коллега пишет что очень хорошее у вас правило очень нравится ваше правило просто супер я так понимаю что от политики мы устаем в любой стране где бы мы не жили наверное за позитивными новостями будущее да 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 спасибо да но все равно иногда случаются казусы да вот у нас последний раз да такой вот пример буквально вчера была новость о том что ведется прокладывают дорогу к одному из транспортных магнитов в какой каком-то регионе украинском а словосочетание транспортный магнит было введено нынешним правительством то есть они там типа определяли транспортные ой туристические магниты украинские вот и в рамках типа вот мы определили что вот это место это туристический магнит в этом регионе мы соответственно делаем инфраструктуру чтобы туда можно было добраться доехать там долететь и так далее и туристический магнит напрямую ассоциируется с нынешним правительством И журналистка на ленте просто как-то упустила этот факт и употребила это словосочетание прямо в заголовке. Все, в комментариях, просто ад, просто ад в комментариях сразу поднимается. Поэтому мы извиняемся, меняем заголовок и продолжаем работать дальше в таких случаях. Вот. Так, ну и что я еще хотел сказать. Основные мои месседжи по поводу, стоит ли выпускать позитивный контент, готовить позитивный контент. Стоит однозначно. Поверьте, вы будете удивлены, как публика будет на него реагировать, как аудитория будет на него реагировать. Второй момент, где и искать лучше всего, можно искать по многим местам, которые я перечислил, но лучше всего сделать так, чтобы аудитория сама вам присылала. И это все. Конечно, на это уйдет какое-то время, но все еще будет зависеть от того, как вы коммуницируете со своей аудиторией. Мы коммуницируем, например, очень плотно. Мало того, что комьюнити менеджер, у нас есть еще дежурство. То есть, когда человек из редакции, сегодня вот мой день понедельник. В понедельник я дежурю в комментариях, в том числе. Ну, то есть, помимо остальной работы, я захожу в комментарии, и где-то там, где я вижу, что нужно, чтобы наш голос прозвучал, наравне с комьюнити менеджером я там пишу. И так вот каждый человек из редакции, у него за ним закреплен день. Ну, не каждый, а 7 человек, получается, из редакции, там, на волонтерских основах мы выбираем. И каждый день мы заходим в свой день и участвуем в комментариях и переписках. Потому что людям очень важно... Это очень приятный фидбэк. Ты очень классно чувствуешь свою аудиторию, ты чувствуешь благодарность. Нам очень многие пишут благодарность. Каждый день. Нам люди на праздники присылают фотографии своих семей, поздравляют с праздниками, присылают нам... У нас была история, когда мы рассказали о... Там, в 30 километрах от линии фронта есть дачный кооператив, который, естественно, там, через него в определенный момент проходили боевые действия. И он пришел в упадок. И один местный житель решил привести его в порядок. И он придумал гениальную идею. Он придумал продавать деревья в этом саду на онлайн-аукционах. И фактически он открыл акционерное общество, там, яблочный сад, как-то так оно называлось. То есть ты находясь в любой точке планеты, ты можешь купить яблоню... Ой, нет, не планеты, вру, Украины. Ты можешь купить себе яблоню из прифронтовой зоны. И в конце урожайного года он присылал урожай с этой яблони в виде сока. Он присылал обладателю дерева. Мы рассказали об этом. У него было столько покупателей яблонь, что он нам прислал два ящика с окон в благодарность. Люди оценивают то, что мы делаем, и мы очень этим гордимся. И в какой-то момент это стало больше, чем журналистика. То есть мы не просто информируем, а пытаемся помочь. Также у нас было очень круто... И организовываем вокруг себя. Мы стали площадкой, вокруг которой организовываются люди. У нас была тоже... Последнюю расскажу историю, потом как-то перейдем к вопросам, наверное. У нас была история о том, что в Николаеве, это юг Украины, дедушка один, пенсионер, ему 88 лет, по-моему, было на тот момент, когда мы рассказывали где-то год назад, полтора года назад. В 88 лет он с момента выхода на пенсию посадил 20 тысяч деревьев в Николаеве за свой счет. Он каждый выход не сажает по дереву несколько деревьев со своей пенсии. Вот у него такое хобби, потому что он... Ну, Николаев, Южный город, там степи, ветры такие, пыльно. И он высаживал деревья для того, чтобы... Ну и плюс большой промышленный город, почти миллион людей. И он высаживал деревья, чтобы дышать, люди дышали воздухом хорошим, да. И о нем никто вообще не знал, никто. Мы там случайно нашли, кто-то сфоткал его в группе, какой-то группе Николаевской в Фейсбуке и расспросил его историю. Он типа пообщался просто по-человечески в рамках, ну, поговорил. И сфоткал этого пенсионера. Мы его нашли, сняли про него видео. Видео набрало, по-моему, по 4 миллиона просмотров. Нам писали со всего мира люди. Я не знаю, как они перевели, видео было только на украинском. Нам писали люди со всего мира с тем, как нам помочь этому пенсионеру. Куда перечислить деньги, чтобы он не покупал это со своей пенсии. Там с Польши ему передавали какие-то открытки, медальоны. Эти, как, розарию, розарии, да. То есть там, ну, очень-очень круто разошлось. Но чем это все закончилось? Тем, что наши читатели скинулись этому. Он никогда не был в гараж. И этот пенсионер. И наши читатели скинулись ему на поездку в Карпаты. А когда один из собственников отеля в Карпатах узнал, что такое происходит, он сказал, слушайте, 88 лет человеку, я приглашаю всю его семью и размещаю бесплатно у себя в отеле. И они жили в шикарном 4-звездочном отеле в Карпатах, по-моему, две недели. И мы отдельно еще снимали видео об этом, что какие вы молодцы, наша аудитория. Вот, то есть, ну, это, иногда это прям до слез, если честно, расстрагивает. Я и сейчас говорю, у меня такое, вот, вспоминаю это все. И, то есть, ты начинаешь верить людей, люди начинают верить в людей. И, как бы, это то, что мы считаем, может быть, целью какой-то новой журналистки. Вдохновение. Где искать вдохновение? Очень два крутых парня, я считаю, это Ульри Хагеру, возможно, вы о нем слышали. Это вот как раз-таки основатель конструктивной журналистики, да, и института конструктивной журналистики. И его шведский, по-моему, коллега, Ханс Рослинг, да, который больше всех мне понравил. Я, правда, не помню, кто из них сказал эту фразу. Мне очень нравится фраза, что современные медиа смотрят на человека в идеальном костюме, но пишут только об его грязных ботинках. Как по мне, это фраза, которая очень круто характеризует современные состояния в медиа, и это вот то, что мы попытались изменить этот подход в своем медиа. Вот такая вот штука, друзья. С моей презентацией все. Будем ждать о ваших вопросах. Большое, Сергей. Ну, друзья, в чате вопросов не вижу. Возможно, кто-то хочет задавать свой вопрос голосом. Да, буду очень рад, если вы что-то спросите, что могло бы актуализировать, потому что я больше, конечно, с точки зрения повестки дня украинской рассказывал, да? Да, может быть, как-то привязать это к повестке дня белорусской, да, к тем условиям, в котором работаем мы. Вообще, вот, может быть, кто-то хочет отнестись к выступлению Сергея и сказать, вот так вы думаете, возможно ли создавать позитивные новости в Беларуси? Ну, и поскольку у нас есть литовские участники в Литве, есть ли у вас какие-то подобные проекты? Может быть, Данюс нам расскажет или Эдмундас, мне кажется, у нас еще есть среди участников. Можно включать смело микрофоны и говорить. Спасибо большое, что включил. Вижу, что уже в чате тут Альберс Атапинаса ищут... Это я ищу Данюс. Да, 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 я передам контакты. Знаете, он только что вот как раз короной болел, так что сейчас выходит из этого состояния. Самое это позитивное, что все-таки наконец-то он здоровый, но он короной тоже заболел и вот как бы не сильно работал в последнее время. Насчет позитивного, знаете, я был очень рад сегодня, услышав, что там и правила очень классные, что, оказывается, позитив тоже имеет свои правила. Я все время сомневался, но помню, когда-то с коллегой из Украины мы тоже делали мониторинг портала, помню, там Юлия Тимошенко свой портал был, там было написано все, кроме политики. Хотя сама Юлия, она всегда была в политике, поэтому здесь вот ваши правила мне очень понравились. И знаете, у нас самый лучший, наверное, опыт, который пробовали многие делать, это люди, которые специально не называли проектом позитивным, потому что как только называли, обычно эти проекты либо обанкротились, либо им почему-то не повезло. Такой негативный опыт позитивных проектов. Это литовский подход, знаете, если никто не говорит, что это хорошо, тогда все окей. Если говорить, что хорошо, надо как-то вот как с этим костюмчиком и этими ботинками грязными. Вот по Невизите региональное телевидение, они создавали, называлось телевидение хороших новостей. И так плохо им, так было плохо. Потом одна газета «Республика», когда-то в прошлом одна из двух самых больших, они старались один раз в неделю, так как рыбий день, только позитивные новости, но в другие дни они там поливали грязью всех. Им не взошло, я сейчас понимаю, почему, потому что нельзя людей шесть дней в неделю грязью поливать, ну, рано, пять дней в воскресенье отдыхали, а вот один день как попытались чуточку прикрасить. И у меня, знаете, вопрос вообще-то более связан с экспансией хорошего. Насколько вот коллега считает, что возможно, если не повторить, то наподобие их проекта, как-то они считают, в соседних странах сделать хорошие проекты. Соседние имеют в виду все, включая Россию, там, не знаю, ну, короче, если по кругу пройти, то все соседние, даже соседние подальше. У меня вот такой вопрос, насколько это возможно сделать. У нас есть хорошие вопросы, когда новая газета «Портал» сделали в Лисея, в Ласке, в Эстонии, но вот такой проект, как он считается, по моему опыту можно экспортировать это или нет? Да, хороший вопрос. Я считаю, что можно. И единственное, что может быть сдерживающим фактором, это, конечно же, финансирование, поскольку такой проект не может сразу стартовать и рассчитывать на то, что он в первый месяц начнет зарабатывать. То есть тут нужны либо инвестиции, либо донорские какие-то вливания. Но то, что однозначно будущее финансово стабильного таких проектов может быть и должно быть, это, ну, как бы, я уверен в том, что оно есть. Это раз. Во-вторых, конечно же, возможно, не в таких масштабах, да, в пересчете, там, не знаю, на количество, просто мы отталкиваемся от того, что там, чем больше историй, тем больше населения, да, потому что, ну, как бы, по теории вероятности, больше случаев может быть позитивных каких-то, связанных с людьми, потому что, еще раз таки прощеркну, что наш брендовый контент – это людские истории, да. То есть у нас больше всего выходит новостей, но именно то, с чем мы ассоциируемся у аудитории, это наш брендовый контент – это людские истории успеха либо преодоления. Я не просто думаю, что такие проекты могут они или не могут быть, я думаю, что они должны быть, потому что в наших географических или даже лучше сказать общественных широтах, да, то таких проектов не хватает, и я думаю, что скрытый спрос, как вот это показала наша история, что скрытый спрос на такие проекты есть. Действительно, истории неуспеха успешных, истории неуспеха позитивных медиа, которые вот вы привели, это не были там, по сути, позитивные медиа, да, то есть они там внедряли день позитива и так далее. Но, например, в рамках существующих медиа может спокойно существовать рубрика, раздел, что угодно с позитивным контентом, да, либо отдельный формат, который можно запустить, и он уживется с другим контентом, опять-таки, если правильно выдержать это блюдо под названием позитивные новости. Да, опять-таки, все зависит еще от контекста. Но, почему у нас, да, получилось, почему мы работаем и не закрылись там через несколько месяцев, потому что реально есть спрос, и потому что мы подчеркнуто нишевая медиа, то есть мы, да, знаете, как по законам маркетинга, что главное не продукт, главное, как его воспринимают, да, один из там важнейших законов маркетинга, а второе – это закон расширения линейки продуктов, да, что бренд не может быть сразу представлен несколькой линейки продуктов, когда вы делаете там и пиво, и томатную пасту, то есть вас должны ассоциировать только с чем-то одним. Соответственно, если мы нишу занимаем позитивно, и мы нишевая медиа, как я сказал в самом начале, то если мы вдруг начнем рассказывать там, я не знаю, каких-то судебные истории, да, какие-то, то от нас просто откажутся, и это будет уже история не успеха. Поэтому тут надо соблюдать границы формата, формата, жанра и направления. Сергей, спасибо. Есть еще несколько вопросов. Да, Оксана отнеслась к тому, возможно ли позитивные новости в Беларуси, это, она пишет, конечно, возможно, оправдательный приговор в суде по статье 23.34, самая распространенная на сегодняшний день у нас статья, по которой задерживаются и судятся, если это можно назвать судом, очень многие. Я могу тут апеллировать, если вы позволите, да, я могу тут парировать даже, да, я бы сказал. Например, сейчас уже меньше, но первые два года мы очень много рассказывали о фронте, и это были позитивные новости. Например, это не там какие-то победные реляции. Например, мы рассказывали о волонтерах, которые помогают солдатам, которые помогали добровольцам и помогают и сейчас. Удивительные часто истории людей, которые подвозили, например, когда шли бои за Донецк аэропорт, там был очень узенький коридор, простреливаемый со всех сторон, всеми видами оружия, и люди, которые просто... Там суббота утра, они закончили работу у себя в городе, стандартную работу. Суббота утра, они садятся в свою машину, волонтеры нагружают им машину тушенкой, бронежилетами, все, что смогли собрать. И они просто... Выходной день у человека, да, уикенд, он едет через... Прорывается в Донецкий аэропорт через обстрел, привозит это все на своей обычной машине, выезжает... Машина там, конечно, уже не напоминала машину, он нормально, но он таких рейдов делал, то есть это не просто один выходной он посетил, то есть человек ездил стабильно туда, это был долгий его уикенд, Казалось бы, где тут позитивная информация? Но эта информация, это история о том, о том, как человек помогает, о том, как человек переступил через личное и во благо общественное, и это позитивная история. История самоорганизации людей, когда там люди, например, тоже у нас была история про женщин-ветеранов, делали, то есть в Украине, я не знаю, в Беларуси у нас разрешена служба в армии, и женщины занимают, даже генерал есть у нас женщина, и есть определенный процент женщин-ветеранов, и были трудности с их реабилитацией, потому что тоже посттравматический синдром, и как бы где тут позитив, посттравматический синдром, что здесь позитивного? А поскольку все программы по реабилитации были разработаны для мужчин, как-то этот вопрос был упущен, мы просто подняли этот вопрос на примере судьбы одной из женщин, которая сама, будучи ветераном, она организовала общественную организацию по решению этого вопроса ПТСР у женщин-ветеранов. После этого нам написали представители немецкой, испанской, голландской и итальянской диаспоры украинских, и они пригласили, это обычные люди, это не какие-то организации, они приглашали этих ветеранов к себе, и мы с этой организацией определялись, их контактировали, и они там забирали к себе домой, типа вот у меня есть дом, я могу одного человека к себе забрать, и нам присылали люди фотографии, типа смотрите, куда она приедет, и там дом в Альпах, там в швейцарских или немецких, это как бы очень круто. И вот это уже позитивная история, понимаете? Вот это уже позитивная история. Хотя она выросла на выжженном войной грунте. Опять-таки, это вот мой слайд про майндсет. Смотря что искать, и смотря как видеть эту историю. Спасибо большое, Сергей. Тут еще есть вопрос от Антонины. Антонина спрашивает вопрос финансирования сайта, за счет чего вы существуете? Сергей немного говорил об этом, но может быть, он просто более четко становится. Это, конечно, обширная тема, друзья мои. Я могу на этот счет очень много рассказывать, попытаюсь коротко. Как и насчет форматов контента, потому что сегодня я очень мало коснулся форматов контента, как с ними работать и так далее. Вообще у меня есть отдельная на этот счет такой мастер-класс, потому что как мы делаем его, вирусный, потому что наш контент вирусный, его смотрят очень много. Это тоже для отдельной встречи, как бы разговор. Что касается, если коротко, по финансированию. Финансируемся мы, изначально мы финансировались на 100% донорами международными. У нас был USAID, нашим первым донором. Потом мы стали расширять. У USAID постепенно, ну, типа, знаете, как все доноры, они пришли, тебе помогли и постепенно сужают свое присутствие в твоем проекте, сворачивают. Мы расширяли донорский портфель, но в том числе мы задумывались о том, чтобы диверсифицировать источники. Потому что, опять-таки, в условиях нестабильности, которая присутствует в украинской политике, в условиях такой нестабильности, никогда не знаешь, что сегодня доноры есть, а завтра что-то они с правительством не поделили и ушли. Поэтому нужно диверсифицировать. И какова структура наших доходов сейчас? 60, нет, вру, 70% наших доходов это донорское финансирование, 25% это коммерческие спецпроекты, которые мы соответствующим образом маркируем у себя на сайте и так далее. То есть мы говорим, что это спецпроект, либо реклама, либо промо, в зависимости от типа партнерства. это 25% наших доходов в пересчете на год. И 5% это подписка. То есть частные пожертвования, это мембершип. То есть подписка это, когда вы либо закрываете часть контента, либо сайт полностью закрываете, либо там три модели есть подписки. Вот мы не под одну из них не подпадаем, поэтому это у нас мембершип. То есть когда мы формируем сообщество, такой комьюнити, которое нас поддерживает вокруг лояльности к нашему медиа. То есть это сообщество лоялистов, которые разделяют с нами наши ценности. И мы очень думаем, планируем и расширять это направление. Надеемся, что к концу следующего года мы доведем долю мембершипа до 15% в нашей структуре доходов. Это непросто, это не быстро. Это очень много технических всяких моментов включает. Но мы будем стараться. Ну и плюс, там будет стратегическая цель на следующий год, это до 50% довести долю коммерческих партнерств. То есть чтобы мы, соответственно, там сколько это, 65, на 65% не зависели от донора, зависели от своих собственных поступлений. Ну вот такой прекрасный бизнес-план, по-моему. И есть еще вопрос, Антонина благодарит вас за ответ на вопрос. И еще от Оксаны вопрос. Совсем уйти в позитивные новости мы не можем. Наши читатели ценят нас за правду, а она, к сожалению, не всегда позитивная. Но трогательные жизненные истории любимы мы и читатели. Есть ли у вас конкуренты? Ну то есть Оксана рассказала о ситуации в своем издании и спрашивает у вас, есть ли конкуренты. Что там? Смотрите, тут, ну, безусловно, конечно, они есть, да, но и конкуренцию всегда нужно оценивать в процентном соотношении. То есть, насколько конкурент ваш конкурент, да. Там есть ряд изданий в Украине, да, с которыми мы пересекаемся, но у нас нет стопроцентного конкурента. То есть, нет медиа, которая на 100% позиционируется как медиа для оптимистов, медиа хороших новостей, да. позитивных новостей. Частично мы пересекаемся с зданием, например, украинское здание про бизнес MC Today есть. Они тоже там много рассказывают о малом-среднем бизнесе, но они такой чисто коммерческий проект такой, да. То есть, мы от них отличаемся и тем, что у нас очень много социальных историй каких-то успеха, историй каких-то социальных проектов, социальных предприятий, и так далее. Есть медиа, в том числе, которая представляла Маричка по Плаускайту, да, то есть The Ukrainians. Ну, у них там репортерсы The Ukrainians, больше The Ukrainians, потому что они тоже про истории успехи, часто пишут, да, но опять-таки мы не можем их назвать своими полными конкурентами, поскольку у нас разные форматы, у них форматы это репортажи, да, и они slow journalism, они там редко выпускают, но там очень такие развернутые истории, мы выпускаем много разных форматов, и опять-таки их бренд-формат репортаж, наш бренд-формат это видео. Ну, вот вопросов больше в чате нет, друзья, если кто-то хочет задавать голосом, пожалуйста, задавайте, у нас еще есть одна минутка на это, но вот пошли уже просто благодарности, все благодарят за встречу, пишут счастливо, тякую великие провитания из Беларуси, вот участники благодарны, и мы очень тяжело переживаем вот это время, когда мы, вот я Дайнису послышала, и мне так захотелось Литву, где уже много месяцев не было, Сергея послушала и вспомнила, как хорошо было в Киеве, когда мы могли поехать туда в социальной школе и встречаться с разными инициативами, и в том числе с журналистами, которые пишут на социальную тематику, но будем надеяться, что такое время вернется, Сергей, еще раз спасибо вам огромное, будем на связи, если у наших участников возникнут после вопроса, я просто тогда вам их перешлю, и мы надеемся на ответы. Спасибо большое. спасибо вам, спасибо за приглашение, рад был поделиться опытом, надеюсь, он окажется вам полезным, и ищите позитив, даже там, где, казалось бы, его нет, потому что ему всегда есть место, какие бы трудности не стояли на повестке и в календаре. Антонина пишет, спасибо вам за вашу вдохновляющую креативность, а Данис приглашает нас всех приехать в Литву как только сможем. Конечно, мы не задержимся, поедем сразу же. Ну все, всем пока, до новых встреч, всего доброго. Счастливо, удачи вам всем. Всем счастливо, ребята, удачи. Счастливо, Данис. Счастливо,